Считанные часы остаются до важнейшего события. В Гаване впервые встретятся главы русской православной и римской католической церквей. Оставив позади разногласия, иерархи пошли на сближение, учитывая то, что происходит в последние годы. Христиане подвергаются гонениям, и это касается не только Ближнего Востока и Северной Африки. Патриарх Кирилл уже прибыл на Кубу, папа Франциск в пути. Представители и московского патриархата, и Ватикана оценивают предстоящую встречу как важнейший сигнал примирения. В поездке по Латинской Америке патриарха запровождает и съемочная группа Первого канала. Репортаж Павла Краснова. Встреча на Кубе к эпохальному событию. Первый в истории. Встреча глав двух крупнейших христианских церквей мира, русской православной и римской католической, в Гаване все готово. Через четыре часа в местном аэропорту произойдет то, чего не было почти тысячу лет. Российская делегация прилетела на Кубу еще накануне. Сойдя с трапа, патриарх Кирилл даже выступил с короткой речью. Правда, в ней он не касался предстоящей встречи с понтификом, а лишь обращался с приветствием к кубинцам. Я прибыл сюда с дружественным визитом по приглашению главы Республики Куба, председателя Государственного совета и совета министров господина Рауля Кастро-Рус. Народ Кубы и народ России связывают долгие годы взаимных трудов, сотрудничества и искренней дружбы. Я обращаюсь к кубинскому народу, я хотел сказать, что эти добрые чувства в России Кубы сохраняются и приумножаются сегодня. Сегодня утром, но утром по кубинскому времени, патриарх пока следует своей программе. Он уже посетил мемориал Хосе Марти, национального героя и борца за независимость Куба. Сейчас должна начаться его встреча с главой Республики Раулем Кастро. Но затем патриарх отправится в аэропорт, куда должен прибыть и папа римский Франциск. Пребывание понтифика здесь будет очень кратким. Он следует в Мексику и сделает остановку в Гаване исключительно для встречи с главой Русской Церкви. О том, почему эта встреча проходит на Кубе уже много говорилось. Остров Свобода можно назвать нейтральной территорией. Это не Европа, с которой связана история разделения церкви. А что касается аэропорта, то выбор его в качестве места встречи тоже довольно символичен. Это своего рода перекресток дорог, где пересекутся пути двух предстоятелей и двух ветвей христианства, западной и восточной. С другой стороны, место это абсолютно светское, и это тоже имеет значение, потому что на встрече патриарха и папы не будут обсуждаться какие-то богословские вопросы, разногласия между церквями. Наоборот, речь пойдет о том, что объединяет всех христиан, и сегодня это общее горе. Преследование, фактически массовый террор против христиан на Ближнем Востоке, это проблема, перед которой любые разногласия отходят на второй план. В аэропорту приготовлены два зала. В одном будет проходить беседа, в другом главы церквей по окончанию встречи подпишут совместную декларацию. Содержание этого документа пока неизвестно, можно лишь предполагать, что в нем будет дана оценка положению дел в мире, зато известно, что текст тщательно готовится. Представители двух церквей тщательно выверяют каждое слово, собственно, как это и подобает первому за почти тысячу лет совместному заявлению. Павел Краснов, Николай Сызоев, Валерий Севастьянов, Первый канал, Гавана, Куба. Продолжение следует...